Всем привет, дорогие друзья, привет из Канады! Сегодня мы с вами отправимся в Массимо Дути снова. Мы там были, наверное, где-то месяц назад, сейчас посмотрим, что нового подвезли к осени, к зиме. Сначала витрины немножко я вам засняла. На витринах красивые вещи, довольно-таки элегантные, вот красивое сочетание, просто джинсы, белая майка, белая футболка и белый пиджак, вот та самая белая футболка, эти самые простые джинсы, которые может надеть каждый, выглядят элегантно и красиво, действительно на манекене выглядят очень-очень симпатично, или вот такой вот расслабленный лук, такие белые свободные брюки и рубашка сверху, или там юбка или шорты, по-моему, цветные. Ну, в общем, пойдемте в магазин, и я хочу сказать, что появилось много зимних вещей, ну, не зимних, а таких осенних, вот пальто, кардиганы, свитера, ну, не то, что много, ну, в общем, есть, уже есть, потому что в других магазинах какие-то остатки лета, а в Massimo Dutti вот уже появились зимние вещи, этот пальто голубое мне очень-очень понравилось, оно очень красиво выглядит, искала я состав его, но не нашла, но сразу хочу сказать, что, да, написано, что он сделан из итальянской ткани, так вот сразу хочу сказать, что не уходите далеко, потому что в конце будут примерки, я взяла кое-какие вещи с собой в примерочную, чтобы померить их, и вам покажу, и одна из этих вещей будет это пальто, я его примеряла, оно действительно неплохо сидит, красиво выглядит, и я там нашла его состав, так что покажу вам, из чего оно сделано, вот, а другое пальто в клетку, не такое яркое, не такое броское, но по практичности, наверное, более практичное, тоже написано, что итальянская ткань, и состав его, по-моему, полшерстяной, 50% шерсть, 50% что-то еще, появились пуховики, тонкие такие, не совсем, не то чтобы они зимние, довольно тонкие такие пуховики, даже пуховиком это трудно назвать, это просто стеганое пальто скорее, но вот это больше такая осенняя вещь, красивые есть цвета, вот Massimo Dutti, в общем-то, считается, что все вещи такие базовые, однотонные, но на самом деле не совсем, вот есть вещи довольно такие яркие, попадаются, вот, например, эта вешалка с таким красивым кардиганом, я его тоже взяла в примерочную с собой, вот вам показываю состав, но на самом деле очень трудно разобраться, потому что у них очень много всего в составляющих, прям там 4 или 5 составляющих, но я потом в примерочной вам покажу, потому что я прочитала внимательно, там много, там есть и шерсть, и синтетика, в общем, давно уже канули в лето, по-моему, легенда о том, что вещи в Massimo Dutti все из натуральных тканей, они уже давно все не из натуральных тканей, если там присутствует какая-то шерсть лен или хлопок в каком-то количестве, это тоже уже очень хорошо, здесь такая вот группа голубых вещей, голубой пиджак, юбка голубая под леопарда и вот такой голубой кардиган, они все, в принципе, примерно одного цвета, похожих тонов, вообще хочу сказать, много голубых вещей как бы присутствует, может быть, это такое у них сейчас, ну, такая линейка, а что сейчас голубые вещи в моде, голубой цвет, не знаю, ну, в общем, нашла много голубых вещей в Massimo Dutti и понесла их в примерочную, немножко попозже, вот еще сняла вам сумку, она, по-моему, замшевая, стоит 219 долларов, такой мешочек, она на самом деле зеленовато-желтая, и еще вот эта вот сумка, которая такая сеточка, и, в общем-то, больше летняя, скорее, я бы сказала, чем зимняя, но на осень тоже сойдет, наверное. Девушки, привет всем, с Massimo Dutti, попробую перекачать музыку сегодня, не знаю, большая примерочная, музыка играет где-то там, может быть, ну, если нет, то наложу озвучку, и вы уж тогда не обессудьте, что я буду шевелить губами, а... вот, короче, значит, пришла и в Massimo сегодня, и вот тут вот... А, ну, вы видели, я в зале там снимала, может быть, я все-таки решила найти состав этого пальто, потому что я не нашла его в зале, но я решила, что если его присутствует в примерочную, вообще, мне очень понравился этот цвет, такой красивый, а главное, что он подходит к моим босонушкам, к которым я сегодня пришла. Здорово, правда? Так, я сегодня в юбке, вот эта юбка Зинни Кло, очень ее люблю, купила в прошлом году, ношу с удовольствием, косточка Зары, по-моему, украшения, у меня сейчас увлечение стеклянными, стеклянными украшениями, на самом деле, в Заре была коллекция стеклянных украшений в прошлом сезоне, сейчас они все вышли на распродажу, уже все распродались, на самом деле, и вот этот кулон я купила, несколько я купила, вот несколько колец такого типа, я как-то их раньше не оценила, а потом, знаете, видела вблизи, на картинке мне как-то не очень понравилось, видела вблизи и подумала, вау, они такие красивые, посмотрите, на самом деле, красота, правда, и что удобно, в кольцах стеклянных, я не знаю, может, они бьются, стеклянные кольца, я не думаю, но что бы них удобно, что вот сейчас с этим бесконечным мытьем рук надо все это снимать, если это металл, он темнеет от воды, от мыла, а вот стеклянное кольцо, ничего с ним не будет, ничего с ним не случается, это такая, знаете, веревочка, которая, можно ее аджаст, делать длиннее, короче, у нее там такой замок, ну такая, что, в общем, ее можно делать длинно, можно делать коротко, так, а, и босоножки у меня такие, мои любимые голубые босоножки, которые очень подходят к этому пальтоу, так, значит, часть вещей из новой коллекции, часть вещей из распродажи, в основном все из новой коллекции, пальто, свитер, юбка из новой коллекции, хотела сделать монохром голубой, но не нашла голубого свитера, так что придется делать такой, ну, частичный монохром, ну и здесь распродажи, пару вещей, я вам потом расскажу, расскажу, что к чему, все, давайте начнем примерять, наверное, да, с чего начнем, наверное, с пальто, я начала не с пальто, на самом деле, а с юбки, со свитером, потому что пальто я надену сверху потом, значит, я потом вам покажу, сниму состав, размер, все-все-все, но начала я вот с, юбку я принесла, она из новой коллекции, она здесь на резинке, и очень она красивая, на мой взгляд, не знаю, мне нравится, вы знаете, в ней, что мне нравится, что она хоть и на резинке, но она не создает вот этот вот объем вот здесь вот на талии, вокруг резинки, то есть это не получается баба начальника, получается довольно такая, ну, нормальная, стройная фигура, видимо, еще и потому, что она не просто так, она, видите, сделана в такую небольшую складку, очень интересная ткань, здесь складки, здесь какая-то вот так вот, выделка таких, тоже, как бы, тоже складки, в принципе, как бы, в общем, интересная, интересная ткань, и вот такой вот я взяла просто нейтральный бежевый свитер, хотелось сделать монохром, вот с пальто, я же говорю, но не получилось, я большой, мой любимый большой примерочный, очень она мне нравится, потому что можно подальше отойти, и все видно, единственное, что зеркало такое грязное, заляпанное, все какими-то пальцами, вот кто-то подошел, и вот так вот, видите, ляп, ляп, рука, зачем, может, дети, я не знаю, ну, в общем, и вообще тут все как будто, да, не будем о грустном, значит, свитер вот этот, он, в принципе, довольно такой, знаете, свободный, широкий, по-моему, это медиум, я проверю размер, или смол даже, мне кажется, он такой объемный, жалко, вот, конечно, если за музыкой придется все это озвучивать, ну, что делать, я постараюсь, вот, значит, его можно вот так немножко призаправить, будет хорошо, будет красиво, правда, очень симпатичный комплект, в основном за счет юбки, юбка очень красивая, примерила все это с пальто, ну, пальто, знаете, это медиум, оно немножко такое объемное, но мне кажется, что так и должно быть, пальто очень красивое, такой цвет, прямо, люблю, люблю и обожаю, и вот с этой юбкой, с этим свитером, в общем-то, это не монохром, но бежевый свитер, он как бы нейтрализует, очень красиво, посмотрите, как красиво, немножко не подходит, ну, не то, что не подходит, немножко другой тон пальто и юбки, пальто такое прямо небесно-голубое, юбка такая немножко в серое отдает, ну, по-моему, очень красиво, очень красиво, пальто шикарное, девочки, хотя, ну, такое немножко оно большое мне, могло быть и с мол, наверное, это медиум, но, в принципе, так, ничего нормально, такая песня красивая, я надеюсь, что вы не слышите их, я надеюсь, что ютюк не услышит, я с удовольствием слушаю их музыку. Я принесла этот кардиган, который я вам там снимала в зале, очень красивый цвет и очень красивое сочетание, правда же, вот эта юбка с этим розовым кардиганом, он просто потрясающей красоты, я, по-моему, снимала его со встав, когда я в зале снимала, но я сниму еще раз на всякий случай, очень красиво с этой юбкой, так красиво сочетается, сейчас еще померю с этим пальто, сверху обязательно, 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 а потом я сниму вам все, состав, размеры, потому что я уже начала мерить, потом уже все, все вместе сниму, все вместе сниму уже, все, да, ну, очень красиво. Куслада для глаз, все-таки яркие цвета, девочки, они потрясающие, это все-таки красиво, я люблю все, я люблю и не яркие, и яркие, но мне все равно кажется, что мои фавориты, это, когда два сочетания каких-то ярких цветов, вот этот розовый с этим голубым, боже, как это красиво, как же это красиво, правда или мне кажется, ну, я не знаю, мне кажется, что очень красиво, я прям фанат вот этих вот таких вот ярких комбинаций, хотя, конечно, ну, не все это любят, но я люблю, и мне кажется, это очень красиво. Юбка, это, а юбка немножко нейтрализует, она такая голубой с серым, такой стальной цвет, и мне кажется, она нейтрализует вот эти вот яркие два цвета, получается красота, просто прелесть. Так, давайте смотреть, значит, это кофта 129 долларов, картиган, размер Ларч, но она не очень большая, вы видели, она такая, ну, такая нормальная была на мне, Made in Italy, между прочим, сделана в Италии, это очень хорошо, давайте состав, я, по-моему, снимала, ну, давайте я еще раз посмотрю, да, я еще удивилась в зале, когда снимала, что у него так много всего в составе, 40% шерсть, 7% вискоза, и тут еще что-то, 26% полиомид, 7% кашемира, в общем, ну, вертели, накрутили, очень много, очень много всего, ой, кофта эта падает, она у нас стоит 150, размер смол, да, вот это смол, а вот это Ларч, и вот вы представляете, что вот это, по-моему, больше, чем розовое, мне так кажется, мне всякая точка показала, что он более объемный, но, видимо, он имеется в виду, что он должен быть, должен быть, наверное, такой объемный, значит, сделан из итальянских ниток, сделан он в Испании, правильно? Вау, это тоже довольно приятно, так, начнем, 21% вискоза, 10% акрилику, 3% кашемир, 1% эластан, все, а, еще чего-то, сколько-то полиомиды, 27% шерсти, ну, в общем, так намешали, намешали, так много всего, это странно, мне очень странно, что они такое делают, такой компот прямо из, 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 из ниток, а, вот здесь я нашла, вот здесь есть, из чего оно сделано, голубое пальто, которое я не могла в зале понять, так, оно сделано, 75% шерсть, 25% полиомид, 100% из коза, это что? Ну, в общем, я так понимаю, что сама ткань, 75% шерсть, 25% полиомид, а 100% из коза, это, наверное, подкладка, вот, которая вот здесь, вот, в рукавах, так, подкладки-то нету, вот, в рукаве подкладка есть, и это размер у нас, медиум, а стоит оно, стоит оно дофига, стоило оно много, я помню, что я перетела, крутила, 360 долларов, да, немало, ну, видите, мне бы смол, наверное, лучше все-таки было, оно как-то немножко великовато было. Так, и юбка у нас 129 долларов, размер был медиум, то есть, был, есть, даже я думаю, что если бы она была бы немножко не такая клешная не на резинке, она, может, была бы у него мала, нету, ну, не знаю, состав я посмотрю, конечно, но я сильно, сильно не имею небольших ожиданий, потому что цена такая, что, да, цена такая, что ожиданий немного, 100% полиэстер, вообще, конечно, цена такая, 130 долларов, просто даром отдавали, конечно, ну, в общем, ну, это массиво-добто, здесь такие цены. Пронесла еще эту юбку, она на распродаже сейчас, я, по-моему, и мерила в каком-то из своих влогов, но там был размер немаловат, а вот этот самый раз, и стоит она 40 долларов всего лишь сейчас, а стоило, потом посмотрю, скажу вам, я ее примерила с этим свитером, она такая бежевая с коричневым бордовым, так вот клеточкой, по-моему, неплохая, правда, девочки? И вот с таким свитером бежевым очень, очень даже неплохо, размерчик в самый раз, мне кажется, ну, животное, конечно, торчит, но куда уж, что уж с ним делать, только что отрывать, наверное, нам. Ну, пока не буду, пока похожу с животом, похудеть мы не можем, так что приходится. Да, ну вот, если живот прикрыть чем-то вот таким вот, типа свитер какой-то, знаете, то ничего, так неплохо. Так, что у нас тут? Видите, 40 долларов она стоит, а сколько она стоила, я не знаю, размер 40 вольт, то бишь американский восьмой, он тоже стоил долларов 130, наверное, когда-то. Состав, я, знаете, не буду смотреть, потому что я уверена, что за эти деньги она синтетическая, такая же, как эта, но в отличие от этой, у меня есть подкладка, что неплохо, наверное. Где подкладка? Была подкладка. А, вот, видите, подкладка. Ну, как бы это хорошо, с одной стороны, с другой стороны, две made in Morocco, сделаны, сшиты в Morocco. Две синтетические тряпки вместе сшили, и получилась юбка с подкладкой. А это просто синтетическая, без второго слоя синтетики. Я не знаю, что лучше, что хуже. Ну, все, девочки, такие сегодня примерки. Я еще одну вещь принесла, но я в нее катастрофически не влезла, вообще просто. То есть, хотя размер вроде бы такой нормальный, но не стала вам показывать в следующий раз. Будем заканчивать на сегодня. К счастью, я все успела, потому что в соседнюю кабину зашла женщина с маленьким ребенком, который очень сильно шумит. Наверное, вы его слышите сейчас. Поэтому будем закругляться. Тут я думала, радовалась все видео, что что-то тихо было. Все, будем закругляться. До новых встреч. Пишите, что вам понравилось, что нет. Как всегда, благодарю за лайки, за комментарии, за все, за все, за все. До новых встреч. Пока-пока. С вами была ваша Дита из Канады. Бай-бай.